Нарктик ТВ. Время новостей. В студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Красные гвоздики к подножью. Мы пытаемся вникнуть как-то в их историю, почувствовать, что чувствовали они. В Мурманске отдали дань памяти Анатолию Бредову. Интересы трудящихся, их забота. С руководством нового социального фонда мы сегодня встречаемся. О чем говорили на конференции областного совета профсоюза в Мурманске. Подъезд за подъездом, но не страдает ли качество. Темпы взяли хороший, поэтому до 150 мы доведем. Рекордные показатели по ремонтам в многоквартирных домах. Начнем наш выпуск с новости, которая когда-то повергла в шок многих жителей региона. Четыре года прошло с момента трагической даты. 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево сгорел авиалайнер SSJ-100. Самолет выполнял рейс по маршруту Москва-Мурманск, но через 27 минут после взлета вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Во время жесткой посадки лайнер получил повреждения, частично разрушился и сгорел. По данным Следственного комитета России, из находившихся на его борту 78 человек, 41 погиб. Посадка в аэропорт вылета была вынуждена, и после вылета из Шереметьево в лайнер попала молния, отключился автопилот. Командир воздушного судна принял решение разворачиваться и садиться. По факту трагедии, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело. Состоялось несколько судебных заседаний, однако виновным в катастрофе до сих пор никого не признали. По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной аварии самолета стали грубые ошибки, допущенные командиром воздушного судна. Глава Всемирной организации здравоохранения объявила завершение режима ЧАЭС по COVID-19 и отменил статус пандемии, сообщает РИА Новости. 4 мая комитет под чрезвычайной ситуацией провел встречу и рекомендовал главе ВОЗ объявить о завершении пандемии. Она была объявлена в области здравоохранения на международном уровне 11 марта 2020 года, но первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. Что касается нашего региона, то первый случай коронавируса был выявлен также в марте 2020. За три года, согласно официальной статистике, различными штаммами COVID-19 заразились почти 150 тысяч жителей Кольского Заполярья. Поступка было много обсуждений, но подвиг они не преуменьшают. Перед днем победы к памятнику несут красные гвоздики. Есть среди участников и те, чьи деды воевали в Заполярье. Возможно, кто-то из них пересекался с Бредовым. У меня история особо близко с нашей землей. У меня здесь воевал мой дед по отцовской линии, Филиппов Павел Михайлович, на сайте Губе, во второй пулеметной роте. Он здесь был. По просьбе отца я собрал архивные данные, нашел, все это подтвердилось. Первые лица региона и города сегодня также с гвоздиками в руках пришли к памятнику. Привезли к мемориалу и ветеранов. Среди участников также школьники и студенты. У ребят особая задача. Ежегодно в канун праздника они несут рядом с военными памятниками вахты памяти. День Победы для нас это гордость за свою страну, за людей, которые погибли в тот день. Мы пытаемся вникнуть как-то в их историю, почувствовать, что чувствовали они. В Красной Толстовке, в цвет знамени Победы и в военной каске будущий программист Максим Кондаков сегодня пришел к мемориалу не просто так, а чтобы почтить память своего воевавшего прадеда. К слову, Анатолию Бредову во время гибели было примерно столько же лет, сколько и Максиму. Брадед у меня воевал, был награжден тоже Красным Знаменем. Решение Максима легко понять, ведь бессмертного полка в традиционном его виде в этом году не будет. К акции можно присоединиться онлайн. Но никто не запрещает принять участие в шествии, которое состоится в Мурманске после парада 9 мая. А сотрудники Мурманского морского торгового порта и их коллеги почтили память портовиков, защищавших родину и погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественный митинг состоялся у мемориала рядом с морским вокзалом. В годы войны портовики, сотрудники старейшего предприятия Мурманска, не оставались в стороне. Они защищали город, сражались с фашистскими захватчиками, а самое главное, обеспечивали бесперебойную работу стратегического предприятия. Память об их подвиге жива до сих пор. И в преддверии Дня Победы сегодняшние сотрудники порта провели торжественный митинг. Мы вспоминаем всех, кто работал на причалах порта, всех, кто ушел на фронт, всех, кто приближал победу. Мы все испытываем огромную благодарность и, конечно, большая честь работать на предприятии с такой историей, с такими людьми, с такими традициями. У мемориала портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, высечены 103 фамилии работников. Эти отважные люди не побоялись врага и до последнего вздоха оставались верными своему долгу. Прежде всего, это благодарность нашим дедам, нашим прадедам, которые боролись за мир, боролись за нашу свободу. На самом деле, я считаю, что это очень важно именно для будущих поколений. Ведь, не зная прошлого, я думаю, не будет будущего. Вместе с сотрудниками торгового порта и представителями предприятий и организаций, связанных с морским транспортом, память погибших воинов почтили кадеты. Для них эти люди – настоящий пример мужества. Профиль школы спортивно-оборонительный, соответственно, история у нас углубленная. Соответственно, знаю и про обеспечение в военное время, и про поставки, которые шли к нам, в том числе по Лизу. И порт наш даже принял достаточно весомое участие в победе. Гордость за победу, гордость за дедов и гордость за то, что мы их внуки. На памятном митинге участники вспомнили историю войны, почтили погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу. Вернемся к настоящему времени. Коммунальный рейд состоялся в Мурманске. Министр государственного жилищного и строительного надзора региона Алена Кузнецова проверила без предупреждения ход ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов. 13 адресов по всему городу, на каждом объекте ремонтные работы на разных этапах готовности. Министр государственного жилищного и строительного надзора региона отправилась в рейд, чтобы ответить на вопрос, все ли работы строители ведут в рамках утвержденных сроков и нет ли нарушений. Во-первых, хорошо, что график соблюдается. Это как бы первая часть. В том числе и графики начала работы. Видно, что ускоряются и делать стали гораздо быстрее. То есть раньше как бы эта вся история, развозили, так скажем, вот эту грязь на пару месяцев, то есть ни шатка, ни валка, заходили в подъезд, люди нам потом писали два месяца уже тут чего-то ковыряются, мы не знаем, сделают, не сделают. То есть сейчас, в принципе, как-то вот этот процесс, в принципе, отчетности, он так, скажем, систематизировал всех, да. Стеклопакеты, энергосберегающее освещение, современный дизайн – и это не все. Где-то обновили потолок, заменили ступени или установили пандус. Так выглядят модернизированные подъезды в Мурманске. Ежемесячно мы делаем от 12 до 15 подъездов. Планку я себе поставила на этот год 130 подъездов. Но темпы взяли хорошие, поэтому, я думаю, до 150 мы доведем. Я сейчас говорю про Ленинский. Если брать Октябрьский округ, где я тоже стала недавно генеральным директором, там пока мы выходим на планку порядка 4-5 подъездов в месяц. По словам министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, по сравнению с предыдущим годом число обновленных домов в этом году может увеличиться с 1500 до 1700. Мир, труд, май. Мурманский областной совет профсоюзов устроил образовательный семинар на актуальные темы охраны труда. О чем говорили участники встречи, расскажем в нашем материале. Профсоюзы остаются неотъемлемой частью общества и рабочего класса. Как и ранее, они помогают защитить права и интересы трудящихся. И потому единомышленникам всегда есть над чем поразмышлять. В 2023 году Федерация независимых профсоюзов в России объявлена годом социального партнерства. Поэтому в рамках первомайских мероприятий мы проводим встречу с нашими социальными партнерами. Вы знаете, что с 1 января текущего года объединился фонд социального страхования и пенсионный фонд. И получился новый социальный фонд. Так вот, с руководством нового социального фонда мы сегодня встречаемся. Чтобы решать вопросы, связанные с улучшением условий труда или повышением заработной платы, необходимо быть интеллектуально подкованным и постоянно обновлять знания в области законодательства. Потому такие семинары кладезь полезной информации. Помимо представителей социального фонда России, в семинаре приняли участие члены Государственной инспекции труда и руководство Федерации независимых профсоюзов России. Мы встречаемся с профсоюзными руководителями, профсоюзным активом. И, с одной стороны, сверяем часы. То есть, рассказываем о том, какие темы сейчас актуальны на федеральном уровне, причем на уровне разных отраслей. Чем занимается Федерация независимых профсоюзов России, допустим, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Ну и так далее. Чтобы люди, что называется, на местах это более четко представляли. А с другой стороны, вот, допустим, сегодня я еще планирую поговорить об конкретных инструментах, которые могут использовать профсоюзные руководители, профсоюзные активисты, для того, чтобы делать свою работу более эффективной. Гости из столицы высоко оценили работоспособность областного профсоюза. По словам экспертов, общественная организация твердо стоит на ногах и служит отличной опорой для трудящихся. У Мурманской области водолазы Росгвардии отмечают профессиональный праздник. Водолазы войск Национальной гвардии Российской федерации ведут свою историю с 1978 года, со дня образования морских воинских частей внутренних войск МВД СССР. В Мурманской области сотрудники водолазных подразделений Росгвардии решают широкий круг задач. В частности, проводят противодиверсионное обследование грунта в акватории Кольского залива. Боевые пловцы осматривают подводную часть гидротехнических сооружений, кораблей и катеров. Зачастую специалисты региональной Росгвардии привлекаются для подводных поисковых мероприятий в рамках следственных действий. Студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени Месяцева в преддверии 9 мая устроили праздничный концерт. Талантливая молодежь показала спектакль о войне, созданный по собственному сценарию. Спектакль «Злые игры войны» полностью создан руками студентов МГТУ и колледжа имени Месяцева. Они вместе писали сценарий и дружно занимались постановкой в кругу творческой команды. Ребята отыгрывают все сцены великолепно. То есть у них все слаженная уже работа. Они и танцуют, и поют, и отыгрывают актерскую... как актеры хорошо. Действительно, в спектакле есть и танцевальные сцены. Но главное – это история людей на страшной войне. Студентка МГТУ Яна Воробьева играет роль партизанки. Девушка признается, что прониклась судьбой героини и искренне переживала каждый сюжетный поворот. Однако Яна уверена, что всегда нужно биться до конца, как бы ни было трудно. Конечно, я не могу прочувствовать то, что чувствовали они, но в атмосфере, в данный момент я понимаю, что я искренне чувствую этот страх и как будто переношусь в те годы, как будто это все в самом деле происходит сейчас со мной. Театральные концерты в преддверии 9 мая – давняя традиция у студентов МГТУ и колледжа имени Месяцева. Каждый учащийся здесь знает, что во времена войны сотрудники университета служили на фронте. Даже стены колледжа помнят те события, ведь здесь был госпиталь для раненых. Почти все здесь курсанты и студенты, у каждого из них и в судьбе есть родственник, который связан непосредственно с Великой Отечественной войной, и который проносит в своей жизни эту память. И сами стены это все помнят. И для нас это всегда очень важно, это подчеркивать во всех наших встречах с нашими студентами. Помимо организации праздничного спектакля, студенты МГТУ всегда участвуют в параде, который проходит в центре Мурманска 9 мая. Необычное поздравление к Международному дню пожарной охраны устроили на территории части номер 12 мурманские кинологи УФСИН и кадеты. За представлением, развернувшимся на плацу, наблюдали и наши корреспонденты. 4 мая отмечают Международный день пожарной охраны. Поздравить огнеборцев в одной из частей Мурманска пришли коллеги из УФСИН вместе со своими подопечными служебными собаками – бельгийскими овчарками. Ранее они, конечно, всегда взаимодействовали. И на службе в МЧС все-таки присутствуют собаки, которые горно-спасательные. Наша немножко служба, конечно, отличается. Но вместе мы всегда друг к другу идем на помощь и взаимовыручку. Это правда. Ведь раньше собаки входили в состав пожарной команды. Они своим лаем оповещали передвижение, а будучи на месте, охраняли обоз. Сейчас задачи у служебных овчарок даже больше. Да и лёгкой к службе вряд ли назовёшь. Здесь, кроме физических качеств, ценится смекалка и интеллект. Пожарные оценили, как за минуту бельгийская овчарка «Аврора» нашла наркотические вещества и учебную мину с имитатором. Представление – хороший подарок на профессиональный праздник. Коллегам по работе с сухих рукавов, меньше выездов. В принципе, всё. Стоит отметить, что именно эти собаки работают по поиску пострадавших на пожарах и после исхода лавин. Отличились животные во время разбора завалов после землетрясения в Турции. Чуткий нюх позволяет и под грудой бетона найти человека. Из Мурманска теперь можно улететь в жаркую Турцию без пересадок. Весь отпускной сезон раз в неделю северяне смогут быстро и комфортно отправляться в отпуск. Первый рейс уже состоялся. Наша съёмочная группа проводила туристов в тёплую страну. Подробности расскажет Кристина Харатова. Из холодного зимнего Мурманска в жаркую Турцию почти по щелчку пальцев. Такую возможность подарили жителям региона, открыв прямой перелёт в Анталью. Первый рейс уже состоялся. У нас есть такая поговорка «в тапках сел, в тапках прилетел». Это очень удобно не только для взрослых, но это также удобно у кого маленькие детки, потому что не нужно переезжать с одного аэропорта в другой аэропорт. Коляску можно тут же сразу сдать и в аэропорту получить. Это очень удобно, доступно. Полная посадка тому подтверждение. Жители Заполярья заняли все 189 кресел самолёта. Полёт проходит в комфортных условиях. В небе придётся провести 5,5 часов. Но это заметно меньше потраченного на пересадки времени при выборе нечартерных рейсов. Вообще собрались в Питер, но потом узнали о замечательном прямом рейсе до Анталии. И съездили к своему туроператору, купили путёвочку. И теперь счастливые, довольные, летим. Мы летали в прошлом году осенью тоже в Турцию. Мы летали с пересадкой. Это, конечно, с ребёнком очень тяжело. Так как сейчас открылся прямой рейс, мы очень рады и здорово, что на него попали. Любишь летать на самолётах? Ну да. А что тебе нравится, когда летишь? Ну, небо. Просто небо. Любил на него. Не боишься? Да нет. Да, очень удобно. Классно, что появилась такая возможность из холодного Мурманска сразу же переместиться в тёплую Анталию. Семья Полищук из Кавдора вообще попала на рейс и недельный отдых бесплатно. Всё благодаря конкурсу репостов от туроператора Изи Тур, в котором супруга Марина поучаствовала и выиграла путёвку на двоих. Кавдорчане отмечают, что в Турции будут впервые. Вообще, мы не частые туристы за границу. Конечно, ну, я думаю, что прямой рейс – это крайне удобно. Поэтому, конечно, рады. И вообще, это майские праздники. Дед Мороз существует, на самом деле. Поэтому, верьте в чудеса, но они случаются. Так что… Да, участвуем в розыгрышах обязательно. Да, спасибо за такой шанс. Однако, для других туристов тоже припасены отличные подарки. Если у вас в семье есть дети и вы очень хотите отдохнуть в Турции, то слушайте сейчас внимательно. Сегодня мы решили запустить акцию для туристов, которая будет вылетать в следующие даты – 11 мая, 18 мая. И дарим 5000 рублей на каждого ребенка в заявке до 12 лет. Поэтому вот такой приятный бонус перед началом детских каникул. Прямые перелеты из Мурманска в Анталию будут проходить каждый четверг до октября. Первый рейс состоялся без задержек. Долетели вообще отлично. Летали мы авиакомпании «Кориндон», соответственно. Вот, бортпроводники очень чуткие, внимательные люди. Снеки, напитки – все было замечательно. Казалось бы, 5 часов, но полет прошел вообще незаметно. Для меня с большим комфортом все очень классно понравилось. У аэропорта туристов встречали представители компании «Таймсервис». Северян распределили по комфортным автобусам, где угощали прохладительными напитками. 5 часов полета, еще 20 минут на таможенной формальности. И вот мы в Турции. Уже сейчас нас встречает принимающая сторона. Мы садимся в автобусы и едем отдыхать. Сейчас в Турции по меркам наших сограждан лето, плюс 30 градусов. Питание в отелях на высшем уровне и осуществляется по схеме «все включено», делятся туристы. И это хорошее подспорье для более точного расчета запланированных на отпуск финансов. Русских путешественников здесь уже много. А ведь сезон только начинается, но уже обещает быть ярким и насыщенным. И на этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субботу, 6 мая, ночью температура по области составит от минус 7 до нуля. Днем Мурманский и Североморский плюс 3. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Облачно с прояснениями. В Никелии и Манчегорске плюс 4. В Апатитах и Кавдоре 3 градуса выше нуля. В Кандалакши и Полярных Зорях 4 градуса со знаком «плюс».